Всем привет! Это запись семинара номер 2 по прикладной статистике в машинном обучении, который проходил 15 сентября. Так, соответствующая лекция была посвящена тестам LR, LM и Вальда, и на этом семинаре мы порешаем задачки на тестирование гипотез при помощи этих тестов. Значит, на лекции были подробно рассказаны тесты LR и Вальда, а LM был рассказан на третьей лекции. Но на этом семинаре мы порешаем задачки сразу на все три теста, просто по готовым формулам, а, соответственно, на лекции 3 можно будет посмотреть интуицию, стоящую за LM-тестом. Хорошо, давайте начнем с напоминания. Значит, что у нас было на прошлом семинаре? На прошлом семинаре мы выяснили, что информация Фишера может быть вычислена следующим образом, либо как дисперсия первой производной правдоподобия. Кажется, в записи первого семинара я не вводил обозначение скор функции s от тета. Давайте здесь это введем. Значит, s от тета, score function, это что такое? Это первое производное правдоподобие, ну или вектор первых производных правдоподобия, да, вот это. В зависимости от того, сколько параметров мы хотим оценить. Вот, от скольких параметров зависит правдоподобие. Значит, информацию Фишера можно найти как дисперсию первой производной правдоподобия, как матожидание от s на s транспонированное, и как матожидание от минус матрицы Гесса. Значит, это в матрицах. В сколярах это выражение превращается в следующее. Дисперсия первопроизводной правдоподобия так и остается, матожидание s на s транспонированное заменяется на матожидание от s в квадрате, ну и матожидание от минус матрицы Гесса так и остается. Значит, это что касается информации Фишера. Затем на лекции вам рассказывали формулы LR, LM и Вальда тестов. LR не рассказывали, но LR и Вальда рассказывали. Значит, давайте вспомним их. LR это что такое? Это 2 умножить на L unrestricted минус L restricted. Давайте введем вот какие обозначения. Значит, L unrestricted это максимум логарифма правдоподобия по unrestricted модели. Ну а, соответственно, L unrestricted это максимум логарифма правдоподобия по unrestricted модели. Да, ну вот в данном случае, чтобы не писать все время максимум L по тетам unrestricted, будем писать просто L unrestricted, ну и L unrestricted, соответственно. Хорошо. Это и в матрицах, и в скалярах. Да, давайте здесь будем продолжать. Значит, матрицы, скаляры. И в матрицах и скалярах LR-тест выглядит одинаково. Тест Вальда. В матрицах выглядит следующим образом. Это γ с крышкой unrestricted. Я сначала напишу, а потом поясню, что значит γ... Что такое γ и γ с крышкой. Значит, γ с крышкой unrestricted минус γ 0 транспонированные. На дисперсию γ с крышкой unrestricted минус γ 0 транспонированные. Просто вот так. Значит, здесь γ это часть вектора θ, в которой мы заинтересованы. Часть θ, которая нас интересует. Что это означает? Это означает, что проверяемая гипотеза касается γ. То есть h0 γ равно, ну, например, γ 0 против альтернативной γ не равно γ 0. Вот проверяется такая гипотеза. То есть, возможно, вектор параметров θ зависит от чего-то еще, но гипотезу мы проверяем только о его части, которую мы называем γ. Значит, здесь есть в тесте Вальда одна особенность. Какая? Вот что стоит здесь, если γ совпадает с θ. А вот что находится здесь, если γ равно θ. Ну, на прошлом семинаре, да и на лекции, мы обсуждали, что оценку дисперсии θ с крышкой можно найти как единицу делить на информацию Фишера. Ну, или на оценку информации Фишера. Да, поэтому если γ совпадает с θ, здесь стоит не что иное, как информация Фишера. Да, потому что дисперсия оценки максимального правдоподобия в минус первой. Если же γ не совпадает с θ, то здесь нужно быть аккуратными. В каком смысле? Значит, порядок действий такой. Чтобы найти вот этот центральный элемент, который здесь стоит. Значит, давайте я его обведу красным. Как найти? Как найти? Первым делом мы обращаем информацию Фишера, чтобы найти дисперсию θ. Значит, первое. Найти и с крышкой, а θ с крышкой в минус первой, которая равна дисперсии θ с крышкой. То есть мы находим дисперсию всего вектора параметров. Второе. Вырезать или взять из вот этой дисперсии θ с крышкой только ту часть, которая нам нужна. Ну, значит, взять из дисперсии θ с крышкой. Да, понятное дело, что это будет какая-то матрица, потому что информация Фишера это матрица. В минус первой тоже получится матрица. Вот, и из дисперсии θ с крышкой, оценки дисперсии θ с крышкой, мы берем только ту часть, которая нам нужна. Можно взять из варт это с крышкой только ту часть, которая соответствует гамма. Которая соответствует гамма с крышкой. Ну, грубо говоря, если у нас всего три параметра у какого-то распределения, и мы, соответственно, правдоподобием оцениваем эти три параметра, а гипотезу мы проверяем только о первых двух параметрах, то мы сначала обращаем информацию Фишера и получаем матрицу дисперсии 3х3, ковариационную матрицу 3х3, и затем вырезаем, например, только первую 2х2 клетку, соответствующую под ковариационной матрицей только первых двух параметров. Вот, значит, мы берем вот этот кусочек, давайте обозначим какую-то вот эту подматрицу, которую мы вырезаем, ну, скажем, не знаю, давайте M, да, вот этот вот кусочек, который мы взяли. Ну, и затем находим M в минус первой, чтобы найти вот этот центральный элемент, который там стоит в формуле теста Вальда. Вот, то есть M минус первой, это и есть вот эта вещь, которая стоит в серединке. Алгоритм такой. Хорошо, это тест Вальда в матрицах, давайте посмотрим на тест Вальда в скалярах. Значит, тест Вальда в скалярах, скаляры, выглядит так. Это θ с крышкой минус θ 0 в квадрате поделить на var от θ с крышкой, не в квадрате, просто так, да. Значит, θ с крышкой минус θ 0 в квадрате делить на дисперсию θ с крышкой, ну, или на ее оценку. Ну, соответственно, тут видно, что в матрицах очень похоже на запись в скалярах. Так, хорошо. LM-тест. Значит, давайте снова в матрицах. LM-тест в матрицах записывается так. Это, значит, первое производное правдоподобие в точке restricted значений, то есть тех значений, которые записаны в нашей гипотезе, да, то есть в точке гамма 0, ну, или тета 0, трансфонированное. И помножить на, на что, на оценку дисперсии первое производное правдоподобие в минус первой, опять же в точке restricted, и помножить на оценку, и помножить на первое производное правдоподобие, на их оценке на самом деле. Не транспонировано. Вот так. Значит, давайте посмотрим, что стоит здесь. Значит, первое производное правдоподобие по определению, дисперсия первого производного правдоподобия по определению этой информации Фишера, значит, здесь стоит информация Фишера в минус первой. Хорошо. И, соответственно, в производную, и в, там, информацию Фишера в минус первой нужно подставлять restricted значения. То есть те, которые стоят в гипотезе. Ну, мы на примерах еще разберем, что это означает. Ну, давайте выпишем LEM-тест в скалярах. Скаляры. Что это такое? Это, получается, первое производное правдоподобие в точке θ0 в квадрате. Да, это вот эти две части. И поделить на оценку дисперсии. Первой производной правдоподобия. Вот так. Хорошо, это повторение того, что было на лекциях и на семинарах. Ну, давайте теперь рассмотрим примеры. Первый пример, который мы рассмотрим, он достаточно прост. Так. Прост тем, что он будет в скалярах, не в матрицах. Поехали. Значит, задача такая. Пусть мы занимаемся, скажем, разведением собак. Вот так. И мы хотим узнать, сколько времени проходит между продажей и той житой собаки. Да, то есть вот мы занимаемся разведением собак. Мы их продаем с какой-то периодичностью. Да, понятное дело, что интервалы времени между продажей разные. И можно считать, что моменты продажи собак происходят достаточно редко. То есть это достаточно редкие события. И мы наблюдаем, соответственно, следующую выборку. Так, это пример 1. Наблюдаем следующую выборку. Х1, Х2 и так далее. Давайте возьмем Х50. Вот это время между продажей, там, и той и плюс первой собаки. Это время между продажей, там, и той и плюс первой собаки. Вот, соответственно, задание такое. Во-первых, нужно определить, каким распределением можно аппроксимировать Х. Предположим, что это выборка независимых одинаково распределенных величин из какого-то распределения. Вот какое распределение логично здесь было бы взять. Это первое задание. Второе. Нужно найти оценку метода максимального правдоподобия параметра этого распределения. Ну и затем протестировать гипотезу, которую я выпишу чуть позже с помощью LR, LEM и VALDE тестов. Так, тут еще известна дополнительная информация, что Х средняя равно 1,5. Да, то есть вот сами Х мы не знаем, но мы знаем, что Х средняя оказалась 1,5. Хорошо. Ну давайте думать. Значит, вот у нас есть редкие события, которые происходят, вот, редко случаются на оси времени, так скажем. Вот. Каким распределением можно аппроксимировать время, проходящее между наступлением этих редких событий? Ну вот в теории вероятностей, когда говорилось об экспоненциальном распределении, говорилось, что по смыслу как раз можно аппроксимировать им. Да, то есть сами моменты наступления этих редких событий распределены по Пуассону дискретно, а время между наступлением и того и плюс первого события распределено экспоненциальным. Соответственно, можно предположить, что вот Х1, Х50 – это выборка независимых одинаково распределенных величин из экспоненциального распределения с параметром LAMPTA. Хорошо. Давайте найдем оценку максимального правдоподобия для параметра LAMPTA. Значит, напомню, что плотность экспоненциального распределения выглядит следующим образом. Это LAMPTA на ех степени минус LAMPTA х, если х больше 0 и 0 в противном случае. Ну давайте выпишем функцию правдоподобия. Это что такое? Это в общем видеопроизведение по всем и. Да, то есть это будет LAMPTA в степени N на е в степени минус LAMPTA на сумму X. Выпишем логарифм правдоподобия. Это получается N логарифмов LAMPTA минус LAMPTA на сумму X. Так, промаксимитируем по лямбдам. Первая производная будет, то есть S. Что это такое? Это будет N делить на лямбда минус сумма X. Приравниваем к нулю. И получаем, что лямбда с крышкой это... Что такое? Это у нас 1 делить на X среднее. Значит, лямбда с крышкой FAMY. Хорошо. Значит, оценка для лямбда с крышкой это 1 делить на X среднее. Оценку правдоподобия нашли. Так как для проверки гипотез нам все равно потребуются вторые производные, чтобы находить информацию фишера и дисперсию оценки, то давайте сразу найдем вторую производную по лямбда. Здесь это достаточно просто. Это будет просто минус лямбда. Ой, минус N делить на лямбда в квадрате. Тогда информация фишера... Давайте сразу все найдем. Теоретическое. Это минус матожидания от второй производной по лямбда. Да, у нас там было от минус матрицы Гесса, но здесь матрица Гесса стоит только из второй производной по лямбда. Поэтому здесь тоже просто. И это получается N делить на лямбда в квадрате. Ну и оценка информации фишера. Это информация фишера в точке лямбда равно лямбда с крышкой. То есть N делить на лямбда с крышкой в квадрате. Вот. Хорошо. Ну и далее мы получаем, что оценка дисперсии лямбда с крышкой – это информация фишера в минус первой. То есть лямбда с крышкой в квадрате делить на N. Ну давайте рассчитаем теперь в числах. Значит, у нас получается, что x средняя – это полтора. Значит, 1 делить на x средняя – так, это 10 в пятнадцатых. 10 в пятнадцатых. Хорошо. Значит, оценка информации фишера – это 50 делить на 10 в пятнадцатых в квадрате. То есть делить на 100 умножить на 225. И это получается 112 с половиной. Ну и оценка дисперсии лямбда с крышкой – получается 1 делить на 112 с половиной – это 0,009. Хорошо. Рассчитали. Дальше. Дальше нам нужно проверить гипотезу следующего вида. Проверим гипотезу H0 лямбда равной единичке против альтернативной лямбда не равной единичке. С помощью LR, LM и Вальда тестов на уровне значимости 5%. Я напомню, что LR, LM и Вальда тесты при верной H0 имеют х квадрат распределения с числом степеней свободы, равному числу ограничений. Ну вот в данном случае у нас ограничение 1, лямбда равно единичке, поэтому у нас будет всего одна степень свободы. Ну давайте начнем с LR. LR – это 2 максимума undistricted модели минус максимума undistricted модели. Хорошо, давайте рассчитаем. Значит, что такое L от LUR? То есть логарифм с подставленными, логарифм правдоподобия с подставленными в него значениями undistricted модели. Но undistricted модели в данном случае – это те оценки, которые мы получили при помощи метода максимального правдоподобия. Соответственно, в данном случае LR – это будет просто L с подставленными в нее, с подставленными в нее лямбда равной 10,15. LR – это мы берем и подставляем в логарифм правдоподобия те значения оценок, которые получились при максимизации правдоподобия. Ну, давайте смотреть. L сама у нас N логарифм лямбда минус лямбда на сумму икситых. N логарифм лямбда минус лямбда на сумму икситых в точке лямбда равная 10,15. Так, N у нас равно 50 на логарифм 10,15 минус 10,15. Так, как получить сумму икситых? У нас есть X средняя, а X средняя умножить на N – это как раз и будет сумма икситых, потому что X средняя – это сумма икситых делить на N. Получается умножить на 15 десятых, это X средняя, на N на 50. Ну, вот если теперь это досчитать, то у нас получится минус 70. Хорошо. L в рестрипте точки – это что такое? Это нужно взять значение лямбда, которое у нас есть в гипотезе, и подставить ее, и поставить это значение в логарифм правдоподобия. Потому что рестриптив значения в данном случае – это то значение, которое у нас фигурирует в гипотезе. Хорошо. Значит, это будет N логарифмов лямбда минус лямбда на сумму икситых в точке лямбда равной 1. Первый член у нас не уничтожается, потому что логарифм лямбда – это 0. Ну и получается просто сумма икситых, ну то есть N на X средняя, то есть 50 на 1,5. Так, я минусы пропустил. То есть минус 75. Хорошо. Ну и теперь я же статистику рассчитать легко. Это будет 2 на минус 70 минус минус 75. Получается 10. Так, давайте сразу рисовать две картинки. Так, значит, одна картинка, на которой мы будем отмечать... Отмечать что? Проверять гипотезы. Значит, здесь у нас будет хи-квадрат распределения с одной степенью свободы. Да, значит, тут у нас хи-квадрат распределения с одной степенью свободы. Хи-квадрат, критическое значение для 5% уровня значимости, равно 3.84. Значит, это R критическое, равное 3.84. Это критическое значение можно посмотреть по таблицам, где квадрат распределения. Наблюдаемое значение LR-статистики у нас 10. Значит, это LR-observed 10. Как проверять гипотезу? Мы первым делом смотрим критическое значение для данного уровня значимости. Значит, для 5% это 3,84. Затем мы сравниваем это значение с наблюдаемым значением, которое у нас получилось в статистике. И если наблюдаемое значение попадает правее критического, то нулевая гипотеза отвергается. Значит, вот здесь H0 отвергается. Если же попадает левее, то H0 не отвергается. Значит, вот здесь H0 не отвергается. Тут нужно заметить, что некорректно говорить H0 принимается, потому что мы не знаем, принимается H0 или нет. Мы только можем сказать, что на основании наших данных нулевую гипотезу мы ответить не смогли. Поэтому H0 не отвергается. Ну вот, в данном случае у нас LR статистика попадает в тот регион, где H0 отвергается. Соответственно, мы делаем вывод, что H0 отвергается. Так, вторую картинку, которую мы будем рисовать, это картинка, которая показывает по смыслу, что такое, что считают LR и LEMO-Вальдо-тесты. Значит, давайте тут рисовать график чего? График логарифма правдоподобия против лямбда. Так, ну давайте смотреть, как выглядит правдоподобие. Логарифм правдоподобия. Где-то мы его выписывали. Ах да, это N логарифмов лямбда минус лямбда на сумму X. Ну, это какая-то, что это такое? Это функция, которая имеет асимптоту в нуле. И все. А дальше она ведет себя как парабола. Ну давайте такое и нарисуем. Значит, асимптота в нуле, а дальше как парабола. Вот тут она стремится к асимптоте, а тут нет, тут она уходит в бесконечность. Максимума она достигает где? Где-где-где? Так, у нас получилось, что лямбда с крышкой равно 10,15. Да, значит, это у нас лямбда с крышкой ML равно 10,15. Так, мы, кажется, еще не проверили, что это действительно максимум, но тут по второй производной это видно. Да, потому что N лямбда у нас не отрицательная. Соответственно, вторая производная в точке лямбда с крышкой ML будет отрицательной, и поэтому мы действительно нашли максимум. Хорошо. Значит, это лямбда с крышкой ML 10,15. Ага. И мы проверяем гипотезу, что лямбда равна на самом деле единичке. Хорошо. Значит, что меряет LR-тест? Давайте смотреть. Значит, это удвоенная разница между L в unrestricted точке минус L в unrestricted точке. Как мы считали L в unrestricted точке? Ну, мы поставляли лямбда равна оценке максимального правдоподобия. Ну, как это отобрать графически? Мы подставляли вот эту точку в L. Значит, это вот это значение. Минус 70. L unrestricted мы считали, подставляя значение лямбда из нулевой гипотезы в логарифм правдоподобия. То есть это получается вот эта точка, минус 75. Ну и, соответственно, LR-тест меряет удвоенную разницу между вот этими двумя точками. Вот LR-тест меряет удвоенную разницу. Ну, вот эту красную удвоенную разницу. Хорошо. Это LR-тест. Давайте теперь посмотрим на тест Вальда. В одномерном случае что это такое? Так, давайте, чтобы картинка перед нами была. Тест Вальда в одномерном случае это θ с крышкой ML, получается, минус θ 0 в квадрате, делить на var с крышкой, а θ с крышкой ML. Это по формуле, которую мы выписывали там сверху. θ с крышкой ML у нас 10,15. Это оценка максимального правдоподобия. θ 0 это значение из гипотезы. Это единичка. Оценка дисперсии, которую мы посчитали, это 0,009. Если теперь это досчитать, то получится 12,34. Опять же, LR-критическая будет совпадать с Вальда-критическая будет совпадать с LR-критическая, потому что это значение для 5% уровня значимости, которое смотрится по табличке. И Вальда-критическая у нас получилась 12,34, то есть еще дальше даже, чем LR-статистика. У нас получилась Вальда... Ой, не критическая, а наблюдаемая. Да, Вальда-наблюдаемая у нас получилась еще дальше, чем LR-наблюдаемая. То есть гипотеза нулевая тем более отвергается. Хорошо. Если... Ну, давайте подпишем, что здесь H0 тоже отвергается. Если смотреть по графику, то что считает Вальда-тест? Он, значит, это таблица с крышкой ML вычитает тета 0 и как-то нормирует. Лям... Ну, что это такое? Значит, это лямбда с крышкой ML минус лямбда 0. Вот это расстояние. Ну и как-то его отнормировали. Вот. Но в целом считается это за расстоянием. Хорошо. Давайте теперь смотреть на LM-тест. Что такое LM-тест в скалярном случае? Это получается L' в точке θ-restricted в квадрате делить на информацию Фишера. на информацию Фишера в restricted-точке. Вот. Хорошо. Ну, давайте смотреть. Первое производное правдоподобие в restricted-точке. У нас есть просто первое производное правдоподобие. Вот она. Давайте посчитаем ее в restricted-точке. В restricted-точке это будет... Давайте я прямо здесь это напишу, а потом перенесу сюда. Значит, в точке лямбда равная 1, в restricted-точке это точка из гипотезы, это получается 50 минус 50 на полтора. Да, снова это x-средняя на n. Ну, давайте так пока и запишем. Значит, 50 минус 50 на полтора. Информация Фишера в restricted-точке это что такое? Информация Фишера у нас тоже где-то посчитана. Вот она, это n делить на лямбда в квадрате. В restricted-точке это будет 50 делить на 1 в квадрате. Правильно? Значит, точки лямбда равны единичке, это получается 50 делить на 1 в квадрате. Соответственно, просто 50. Ну и мы делим информацию Фишера на 50. Вот. Для лямбстатистики получается вот такое выражение. Ну и если теперь это посчитать, у нас получится 12 с половиной. Ну и, соответственно, мы видим, что это еще дальше, чем статистика Вальда. Значит, это лямб наблюдаемая. И это 12 с половиной. Вот. Хорошо. Так, так, так. Ну и давайте посмотрим, что это такое по смыслу. Чтобы понять, что это такое по смыслу, нужно расписать немножко. Значит, давайте перепишем лямбстатистику в другом виде. Это получается ль с крышкой... Ой, ль производная логарифма правдоподобия в точке тета с крышкой... Тета undistricted, ну или тета с крышкой ml, давайте напишем. Тета с крышкой ml минус ль производная логарифма правдоподобия в restricted точке. Интересно информацию Фишера в restricted точке. Что написано в числителе? Смотрите. Вот этот член, он равен нулю. Правильно? Потому что производная в точке тета с крышкой unrestricted или тета с крышкой ml, это что такое? Как мы получили тета с крышкой ml? Мы приравняли производную к нулю. Да, поэтому в точке тета с крышкой ml первая производная правдоподобия равна нулю. То есть вот эта вещь равна нулю. Ну и, соответственно, у нас и получается та формула, которая написана сверху, вот эта. Но формула, которая написана розовым цветом, дает нам понимание смысла, что считает LEM-тест. Смотрите, производная логарифма правдоподобия в точке тета с крышкой ml, это что такое? Это наклон логарифма правдоподобия вот здесь. Производная логарифма правдоподобия тета с крышкой unrestricted, это наклон логарифма правдоподобия вот здесь. Соответственно, LEM-тест меряет разницу в наклонах вот в этой точке и вот в этой точке. Значит, разница в наклонах меряется LEM-тестом. Хорошо. Вот мы посмотрели, как это считается на дискретном примере. Ну, не на дискретном примере, а на склярном примере. Да, конечно, не на дискретном. Так, что можно сказать про то, как соотносятся LR, LEM и вальдо статистики? Ну вот можно показать, что для линейных моделей с линейными ограничениями выполнено следующее неравенство. LEM меньше либо равно, чем LR, меньше либо равно, чем вальдо. Вот, это для линейных моделей с линейными ограничениями. Для нелинейных моделей ничего сказать нельзя. Как там соотносятся LEM и LER и вальдо статистики, непонятно. Ну, собственно, мы видим, что у нас нелинейная модель, потому что экспоненциальное распределение, и у нас статистики соотносятся не так, как написано в этом неравенстве. Вот, что касается линейных моделей с нелинейными ограничениями, то вот Бройс... Не помню, как он пишется. Вот так, наверное. Бройс в 79-м году показал, что первая часть неравенства сохраняется, а вот вторая не обязательно. А тут непонятно, как соотносятся LER и вальдо тесты. Вот. Ну, что такое линейная модель с линейными ограничениями? Какую, например, линейную модель можно назвать? Ну, например, линейную регрессию. Да? Y равно X бета плюс U. Какую-нибудь такую. Вот. Если мы оцениваем бета с помощью метода максимального правдоподобия и получаем бета с крышкой ML и тестируем гипотезу, скажем, бета равно бета 0 против бета не равно бета 0, то вот у нас должно выполняться вот такое соотношение. LEM-статистика меньше либо равна, чем LER-статистика, меньше либо равна, чем WALDA-статистика. Вот так. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как тесты реализуются в векторной форме. Или в матричной форме. Значит, мы это сделаем на нормальном распределении. Так, пример 2. Что я имею в виду? Значит, у нас есть выборка X1, пусть X100 из нормального распределения с параметрами μ сигма в квадрате. Пусть известно, что сумма X-ситых равна 20. Сумма X-ситых минус X-средняя в квадрате равна 400. Так, что еще известно? Все, больше ничего не известно. Значит, нужно проверить гипотезу H0 μ сигма равно 0,1 против H1 μ сигма не равно 0,1 на уровне значимости 5% с помощью LR, LEM и VALDE-тестов. Ну, давайте. Так, что здесь нужно сказать? Мы выписывали... Да, на прошлом семинаре мы уже находили и логарифм правдоподобия для нормального распределения, и информацию фиша для нормального распределения, и форму для оценок μ и сигма в квадрате, и производные, поэтому давайте сейчас их просто перепишу, а вывод можно посмотреть, соответственно, в семинаре 1. Запись эта тоже есть. Лог производная... Лог производная... Лог производная... Лог правдоподобия. Это минус n пополам на логарифм 2π минус n на логарифм сигма минус 1 на 2 сигма в квадрате и сумма x и т минус μ в квадрате. Это значит лог правдоподобия. Первая производная по μ у нас была 1 на сигма в квадрате на сумму x и т минус μ. Первая производная по сигма у нас была минус n на сигма. Плюс 1 на сигма в кубе на сумму x и т минус μ в квадрате. Так, информация Фишера, которую мы находили, была n на сигма в квадрате 0, 0, 2n на сигма в квадрате и все. Так, ну формула оценок. Ну с крышкой ML мы находили... ...это просто x средняя, и в данном случае это сумма x и т их поделить на число наблюдений, то есть 20 поделить на 100, то есть 0,2. Сигма с крышкой... Сигма в квадрат с крышкой ML это сумма x и т их минус x средняя в квадрате делить на n. Так, сумма x и т их минус x средняя в квадрате это 400. Да, вот. Делить на 100 это 4. Хорошо. Оценки нашли. Ну теперь мы можем найти оценку информации Фишера, она нам все равно понадобится. Значит, и с крышкой это что такое? Это 100 делить на 4, то есть 25 и 200 делить на 4, то есть 50. Поехали проверять гипотезу. Значит, нам нужно проверить, что мю сигма равно 0,1 против мю сигма не равно 0,1. Элертест. Нам нужно посчитать максимум вернее, не так, логарифт правдоподобия в точке максимума на эстетик модели. Значит, логарифт правдоподобия в точке максимума на эстетик модели это что такое? Это нам нужно вот сюда, да, вот сюда. взять и подставить то, что у нас получилось в ML оценках вместо сигма и мю. Давайте подставлять. Вот этот член я сразу опущу, потому что когда мы будем читать LR статистику, он будет входить и в unrestricted и в unrestricted и поэтому он уничтожится. Будем смотреть только вот на эти члены. Что получается? Получается так, минус 100 на логарифм сигма это 2. Здесь оценка сигма в квадрате это 4, поэтому логарифм сигма это логарифм 2. Так, минус 1 делить на 2 сигма в квадрат, то есть минус 1 делить на 8, да, там уже сигма в квадрате. На что? На где он у нас? Вот он у нас. На сумму x и t минус μ в квадрате. Но вместо μ мы подставляем минус крышкой, а сумма x и t минус x средняя в квадрате у нас дана. Да, она равна 4 стал. Ведь 1 восьмая помножить на 400. хорошо. Так, у меня это кажется не посчитано здесь. Ну давайте тут оставим так, как это здесь написано. Restricted. Я должен в тот же логарифм правдоподобия подставить restricted значения, то есть 0 и 1 вместо μ и сигма соответственно. Давайте смотреть. Если я подставляю вместо сигма 1, то вот этот член у меня уходит, правильно? Потому что логарифм единички. Здесь получается минус 1 вторая на сумму x в квадрате. Так, минус 1 вторая на сумму x в квадрате. А как нам найти сумму x в квадрате? Ну давайте распишем выражение, которое нам там дано. Значит сумма x минус x средних в квадрате нам дана. Это 400. Давайте распишем это. Это получается сумма x в квадрате, которая нам нужна, минус сколько там получается? Так, минус 2n да, да, 2n на x среднее в квадрате плюс n на x среднее в квадрате. Нам правильно, правильно. хорошо, и получается, что это сумма x в квадрате минус n x среднее в квадрате. x среднее у нас дано, это сколько? Это 0,2. Вот, поэтому сумма x в квадрате это это 400 плюс 400 плюс сколько? Плюс так, x среднее у нас 0,2, то есть x в квадрате это 0,4 умножить на 100, да, умножить на n. Это получается 4, и в итоге сумма цитов в квадрате это 404. хорошо, получается здесь минус 1,2 на 404, и это получается минус 202. ну и LH статистика это 2 на L unrestricted минус L restricted. Мы досчитывать это не будем, нужно подставить вот это соответственно и вот это соответственно, да, и посмотреть сколько там получится. Так, ну на самом деле вот я вижу, что у меня есть все-таки посчитанное значение, это получается 82, вот. При верной H0 LR статистика распределена как х квадрат со сколькими степенями свободы? С двумя, да, потому что у нас гипотеза на два ограничения, да, мю равно нулю и сигма равно единичке, два ограничения. Вот, поэтому здесь х квадрат с двумя степенями свободы. Ну вот и понятное дело, что критическая значение лихих квадрат с двумя степенями свободы гораздо меньше, чем 82, поэтому нулевая гипотеза отвергается. Хорошо. Вальдо-тест. Давайте вспоминать, значит, Вальдо-тест, в данном случае у нас гамма равно θ, поэтому здесь будет θ с крышкой минус θ 0 транспонированное на тета, получается, что на дисперсию, на оценку дисперсии θ с крышкой в минус 1, которая в данном случае будет совпадать с информацией Фишера, вернее, с ее с оценкой, и на θ с крышкой минус θ 0. Давайте рассчитаем. θ с крышкой у нас получилось сколько 0,2 и 2 получается, потому что мы уже асигма подъявляем гипотезу. Значит, 0,2 и 2 мы вычитаем 0,1 транспонированное. То есть, можно записать это в виде вектора строки по-другому. Так, давайте чуть-чуть еще. На оценку информации Фишера. Оценка информации Фишера у нас 25,0 0,50 25,0,0,50 и на то же самое, что написано слева, только не транспонированное. Вот так. Хорошо. Это значит вальдо-тест. Мы снова тут досчитывать не будем, но, понятное дело, нужно просто перемножить и посмотреть, сколько получится. Теперь LM-тест. Значит, в LM-тесте нам нужна оценка первой производной в точке restricted на что? На информацию Фишера в restricted точке в минус первой. тут транспонированная на первую производную правдоподобие в restricted точке. Вот так. Так, хорошо. Значит, давайте посчитаем первую производную правдоподобие в restricted точке и найдем ее оценку. Значит, что такое первопроизводное правдоподобие в данном случае? Это будет вектор из первых производных правдоподобия по mu и по sigma. Первое производное правдоподобие по mu у нас вот. Первое производное правдоподобие по sigma у нас вот. Поэтому s так, давайте я просто скопирую, чтобы переписывать. s у нас будет вектор, состоящий из двух компонент. Вот и вот. То есть вектор размера 2 на 1. Хорошо. Значит, нам нужно найти вектор первых производных правдоподобия в restricted точке. s restricted. Это будет s в restricted точке. и что это такое? Вместо sigma я подставляю единичку, вместо nu подставляю ноль. То есть это будет сумма x а здесь это будет минус n плюс сумма x в квадрате. Сумма x у нас там равна вроде бы 20. Да. минус n плюс сумма x в квадрате это минус 100 плюс 404. И в итоге s с крышкой restricted это 20 304. Хорошо. Ну, теперь нам нужно посчитать информацию фишера в restricted точке. Информация фишера у нас там была равна вот этому. Давайте я снова скопирую. это получается что такое 100 делить на единичку 0 0 и 200 делить на единичку. И в итоге рем статистика получается 20 304 транспонированная но давайте в виде вектора строки запишем 20 304 на информацию фишера в минус первой на 1 сотую на 1 2 сотую и на первую производную правдоподобие при третьей точке только нетранспонированную 20 304 вот. Рем статистика дальше считается вот по этой формуле то есть тут нужно снова все перемножить и ну понятное дело что получится какое-то число критическое наблюдаемое значение для лем статистики это мы досчитывать тоже не будем. Хорошо значит это что касается матричного представления лр лем и вальдо тестов. Так насколько я помню на семинаре мы еще начали пример 3 но мы его не успели поэтому давайте здесь поступим так же я быстренько расскажу как в каких моделях на практике зачастую применяется метод максимального правдоподобия вот но до конца завершать не буду вы можете посмотреть в конспекте семинара полный вывод AR1 модели и там полностью доведенное до конца решение ну почти полностью доведенное до конца решение там или статистики недосчитаны хорошо значит в своей практике я в основном занимаюсь временными рядами вот и во временных рядах ну что такое временной ряд нам у нас есть какое-то значение yt в зависимости от времени ну и вот временной ряд как-то меняется нам что мы можем наблюдать на данной картинке что вот у этого временного ряда явно есть какой-то тренд да то есть можно провести некоторую линию по которому был бы по которой вдоль которой ряд следует с течением времени но понятное дело что у ряда есть какие-то колебания то есть он не полностью совпадает со своим трендом иногда эти колебания могут быть вызваны сезонностью иногда просто какими-то случайностями вот для анализа временных рядов есть два крупных класса моделей это ETS модели и Arima модели мы сейчас рассмотрим пример простой Arima модели там ETS в данном случае тоже будет оцениваться правдоподобием но мы ее рассматривать не будем рассмотрим Arima модель мне кажется такая в академической практике с которой я сталкивался она более распространена чем ETS значит что касается Arima модели как выглядит Arima модель YT мы говорим зависит от нескольких значений Y в предыдущие периоды то есть это A1 на YT минус 1 плюс A2 на YT минус 2 плюс сколько-то прошлых Y там например AK на YT минус K то есть мы говорим что текущий Y определяется воздействием предыдущих Y плюс там скажем ETS плюс B1 на ETS минус 1 плюс β2 на ETS минус 2 плюс и так далее там βm на ETS минус m плюс воздействием некоторых случайных шоков давайте скажем что ε у нас какие ε t распределен нормально 0 1 вот значит что мы говорим в Arima модели что это Arima модель что текущий Y определяется воздействием прошлых Y плюс какой-то случайный шок текущего периода плюс какое-то воздействие случайных шоков предыдущего периода вот та часть которая связана с предыдущими Y называется AR частью autoregressive да авторегрессия та часть которая связана с предыдущими шоками называется MA частью moving average скользящая средняя но на самом деле то что здесь написано это не совсем Arima а это Arma модель да и здесь нет вот что касается I это разности порядок разностей Y но я не буду на этом останавливаться поэтому иначе мы выйдем за временные рамки вот но будем считать что вот есть еще более общая версия Arma которая называется Arima которая учитывает еще разности Y чтобы это такое не было вот ну в данном случае мы рассмотрим какую-нибудь простую модель например Ar1 модель что такое Ar1 модель мы говорим что текущий Y определяется предыдущим Y и шоком текущего периода давайте даже с константой рассмотрим A0 плюс A1 на Y T минус 1 плюс εT да то есть на текущий Y влияет случайный шок текущего периода плюс Y в предыдущем периоде но что-то такое может быть например количество средств которые вы потратили на какой-то предмет обихода который вы регулярно покупаете скажем так то есть у вас есть какой-то уровень на котором вы точно будете его покупать но вот может быть вы его любите а может быть не любите ваше настроение может меняться в общем текущий Y определяется тем сколько вы купили этого предмета в предыдущем периоде плюс может быть какой-то случайный шок вашего настроения вот что-нибудь такое но можно наверное придумать более аккуратную и более красивую интерпретацию IR1 процесса но что-то как-то не получается но не страшно значит давайте введем некоторые предпосылки пусть εt и εt независимо для любого и и g пусть εt значит распределено нормально 0.1 да тут я наверное вот для самой общей постановки это конечно не обязательно чтобы εt была распределен нормально 0.1 там я наверное тоже сказал что предположим что εt нормально 0.1 но εt в принципе может не нормально быть распределено но а для простоты здесь в IR1 в примере который мы рассматриваем пусть εt распределено нормально 0.1 так пусть у нас есть 100 наблюдений значит y1 y100 это наша выборка пусть у нас есть какой-то y0 равный 0 и пусть мы знаем что сумма yt от единички до 99 равна 100 y сотый равен 2 сумма yt на yt минус 1 по t от единички до 100 равна 80 и сумма yt в квадрате равна 400 так по t от единички до 100 ой не до 100 до 99 да вот это все мы знаем вот у нас есть какая-то выборка из 100 наблюдений и так оказалось что по вот этой выборке у нас сумма y от линейки до 99 равна 100 ну и так далее задачу под буквой а нужно найти а 0 с крышкой амель и а 1 с крышкой амель под буквой b нужно проверить гипотезу так значит какую а 0 а1 равно 0 0 против а0 а1 не равно 0 0 до пункта b мы не успеем добраться поэтому давайте рассмотрим пункт часть пункта а доведем до задачи оптимизации значит смотрите понятное дело что нам нужно выписать правдоподобие но как здесь выписывать правдоподобие на что ну давайте выписываем правдоподобие на y да это кажется естественным для этого нам нужно знать распределение y правильно потому что в правдоподобии будут фигурировать вероятности но как нам правильно выписать распределение y чтобы ответить на этот вопрос Давайте сначала зададимся другим вопросом, таким Зависимы ли yt, yt-1? Давайте это проверим Значит, зависимы ли yt, yt-1? Ну давайте посчитаем даже самый верхний уровень зависимости в каком-то смысле А именно линейную зависимость То есть посчитаем ковариацию между yt и yt-1 Ну что такое yt? Это a0 плюс a1 на yt-1 плюс εt То есть это ковариация между a0 плюс a1 на yt-1 плюс εt с yt-1 Так, что это такое? Значит, a0 и a1 это константы Поэтому ковариация a0 с yt-1 это 0 Ковариация a1 на yt-1 с yt-1 это a0 на дисперсию yt-1 А ковариация εt и yt-1 это что такое? Значит, в yt-1 входят εt-1 и все предыдущие Правильно? А мы сказали, что εt, εt, εt-1 и εt-2 и так далее между собой все независимы Да, вот по нашему предположению В том числе независимы и εt и εt-1 и так далее, которые входят в yt-1 Поэтому ковариация между εt и yt-1 равна 0 Соответственно, в итоге ковариация между yt и yt-1 получается a0, помноженная на дисперсию yt-1 Что не равно 0 Если a0 и дисперсия yt-1 не равны 0 Но таким образом мы видим, что есть даже линейная зависимость между yt и yt-1 А посему нужно искать не просто распределение yt, а условное распределение yt при условии yt-1 Значит, ну смотрите Если yt-1 задан, потому что условное распределение То на yt оказывает влияние только εt εt распределен нормально Поэтому yt тоже будет распределен нормально с какими-то параметрами Значит, распределен нормально с каким-то матожиданием и дисперсией Давайте их найдем Матожидание yt при условии yt-1 Что это такое? Это матожидание от a0 плюс a1 на yt-1 плюс εt при условии yt-1 Матожидание константы равно самой константе yt-1 у нас задан, поэтому в данном выражении мы считаем его константой Поэтому получается a1 умножить на yt-1 Матожидание εt Ну, давайте мы скажем, что Даже сильное утверждение введем, что матожидание εt при любом yi равно 0 Для любого i Соответственно, матожидание yt получается a0 плюс a1 на yt-1 Так, хорошо Давайте теперь найдем дисперсию yt Дисперсия yt при условии yt-1 равна Дисперсии a0 плюс a1 на yt-1 Плюс εt при условии yt-1 Хорошо Дисперсия константы это 0 Дисперсия a1 на yt-1 Так как yt-1 задан То мы воспринимаем здесь yt-1 как константу А потому дисперсия вот этого среднего члена тоже равна 0 Остается дисперсия εt, которая равна 1 Хорошо Получается, что yt при условии yt-1 Распределен нормально с матожиданием a0 плюс a1 На yt-1 И дисперсией 1 Ну а теперь выписать функцию правдоподобия становится совершенно несложно Да, это будет просто функция правдоподобия для нормального распределения Вот с таким матожиданием и с такой дисперсией Ну давайте мы выпишем сразу лог правдоподобия И на этом остановимся Значит это получается Минус n пополам на логарифм 2π Минус, что там будет, n на логарифм σ Но σ у нас равна 1, поэтому это превратится в 0 Минус 1,2 на сумму по t от единички до n Yt минус его матожидание Его матожидание равно минус а0 Минус а1 на yt минус 1 в квадрате Да, тут еще нужно поделить на 7 в квадрате Но она равна единичке Хорошо, ну и вот эту функцию нам нужно промаксимизировать По a0 и по a1, как мы это делали до этого Полное решение можно найти еще раз в конспекте семинара На этом все Спасибо большое за внимание Субтитры сделал DimaTorzok